МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отношении огнестрельного оружия люди сплошь и рядом пользуются оружием травматическим. Таких кадров полно в той же глобальной сети. Так стоит или нет покупать травматический пистолет, как правильно им пользоваться и в каких ситуациях, мы сегодня и спросим у специалиста по самообороне с травматическим оружием Сергея Кузнецова. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Сергей Сергеевич, вы когда-нибудь применяли в обычной жизни травматический пистолет? Никогда в жизни. А вообще такие ситуации были, когда на грани, когда хотелось применить? Масса. Что вас сдержало? Сдержало ощущение и желание решить все мирным путем, без извлечения, без демонстрации. Все это удавалось. Удавалось? Удавалось. У какие-то это были дорожные конфликты, это были конфликты на улице, в магазинах, в ресторанах, в барах. Один раз меня пытались ограбить, когда шел из гаража трое человек. Это было вечером, ночью? Да, это было ночью. Я им продемонстрировал наличие пистолета и объяснил все последствия. Ребята успокоились и разошлись. Несколько раз было дорожных конфликтов, я даже не извлекал оружие. То есть решилось словесно. Но, тем не менее, травматический пистолет всегда со мной, в силу того, что приходится очень поздно возвращаться домой. И всякие бывают ситуации, в том числе и дорожные конфликты. Сейчас он у вас с собой? Нет, сейчас у меня нет его. У вас абсолютно безопасно нет. Но, просто я люблю оружие, умею им пользоваться. И считаю, что у каждого человека в жизни бывают ситуации, когда надо совершить подвиг, защитить кого-то, себя защитить. Бывают экстремальные такие моменты. Да, но вот зачем, действительно, зачем, например, мне, обычному гражданину, жителю, краю травматическое оружие? Давайте отойдем к статистике. У каждого гражданина в жизни бывают случаи, когда жизни и здоровью угроза явная. Его начинают избивать и так далее, грабить. Это у всех практически случается. Дорожные конфликты и так далее. Да, но если вспомнить старую истину самураев, меч может пригодиться один раз в жизни, но для этого его надо носить всю жизнь. Поэтому для таких людей, которые особенно связаны по роду своей деятельности, может быть, с определенным риском, это дальнобойщики, это люди, которые сидят на приеме, скажем так, товаров в ломбардах и так далее, то есть круглосуточные, где высокая вероятность нарваться на каких-нибудь наркоманов, грабителей и так далее. Я бы рекомендовал, конечно, травматическое оружие. А журналистам вы рекомендовали бы травматическое оружие? В рискованной ситуации. Профессионально ли, либо житейские. Ну, например, участковый милиционер, полицейский точнее. Человек, который часто делает обходы по месту жительства, да, может нарваться на пьяной компании. Известно, что в полиции очень строго по применению оружия, и прокуратура не дремлет. Я знаю точно ряд участковых, которые носят с собой травматическое оружие, и говорят, упаси Господь, потому что всякие бывают ситуации достаточно травматического оружия. Да, там табельное действительно, в экстренных, там суперэкстренных ситуациях применяется, да. Ну, также я рекомендовал бы женщинам, которые поздно возвращаются домой по работе, либо после того, как они поставят на стоянку или в гараж автомобиль. Сергей Сергеевич, а насколько травматический пистолет эффективен как средство защиты-то? Я считаю, эффективность 99%. Практика показывает, как только достается оружие, начинается стрельба, даже в воздух, у агрессора сразу изменяется намерение. В какой ситуации он может, травматический пистолет, угрожать жизни? Жизни кого? Оппонента, который на меня нападает. Понимаете, если оппонент намерен убить кого-то, или если их группа, или если он вооружен, если явная опасность жизни, то у него велика, велик шанс получить пулю в район головы. То есть те зоны, которые очень опасны. И я думаю, что закон данной ситуации будет на стороне защищавшегося. Но если ситуация менее криминальная, ее можно решить другими способами, а владелец травмата выхватил оружие и начал с непозволительной дистанции в непозволительной ситуации стрелять, это, конечно, уже будет квалифицировано как нарушение, как превышение. И если это приведет к тяжелым последствиям, он будет наказан. Очень тонкая грань. Здесь надо тонко чувствовать и знать, что можно нельзя, в кого стрелять, когда стрелять, куда стрелять. Но вот ответы на эти вопросы вы и даете на ваших уроках, да, насколько я знаю? Да. Мы имеем практику такую. Поподробнее можете рассказать там основные моменты ваших занятий? Основные моменты. Мы намерены своими занятиями научить владельцев травмата корректно пользоваться оружием, чтобы после его применения в криминальной ситуации, в случаях нападения на них, они не оказались сами на скамье подсудимых. И в то же время могли эффективно защититься с максимальным эффектом и с минимальным ущербом для нападавшего. Ну, многие считают там, а что там учиться-то? Достал, да поливаешь, моляй. Кирилл, статистика показывает, что большинство владельцев травмата от 21 до 30 лет, это молодые люди, еще с горячим таким темпераментом, да, не совсем достаточным жизненным опытом. И вот они-то и достают, и начинают стрелять. Которые неверно могут оценить ту или иную ситуацию. Абсолютно. Неверно могут оценить и, естественно, применить оружие. Применяют с неверных дистанций, не туда стреляют. В итоге... Видим, опять же, в том же интернете. Значительная часть из них потом оказывается в роли уже подсудимого. Вот чтобы этого не было, мы учим людей правильно, точно, своевременно стрелять куда надо, при этом защищаясь от любого вида холодного, ударно-дробящего оружия, если с ним совершается нападение. Какие-то специальные навыки нужны для посещения? Никаких. Надо просто более-менее здоровье иметь, нормальное, и желание. И желательно свое травматическое оружие. Мы учим владельцев травматического оружия. Ну хорошо, если травматический пистолет не у меня, а у оппонента, и оппонент этот абсолютно неадекватен, нападает на меня, как мне защититься от него? Если вы не владеете навыками спецназовца, да? Нет. Или хорошего рукопашника, то лучше уйти за ближайшее укрытие. Если укрытия нет, повернитесь к нему спиной и наклонитесь, спрятав голову. То есть подставьте те части тела, которые нелетальные. Это спина, ягодицы, задняя поверхность бедер, ног. Если вы повернетесь лицом к нему, и пули попадут в область головы, шеи, паха, внешних артерий, то это может привести к летальному исходу. Поэтому повернуться на спину и наклониться, и уйти с места ЧП. Хорошо. Незамедлительно вызвав полицию. Это понятно. Так, ну а если попробовать убежать? Вдогонку будет стрелять? Без проблем. Дело в том, что пуля весит 0,6-0,7 граммов всего. Изначально скорость вылета от дульного среза 300 приблизительно метров в секунду. Но с каждым метром она значительно теряет свою силу и скорость. Поэтому на дистанции 5, 6, 7, 8, 10 метров от нее получится только синяк. Поэтому разорвать дистанцию, убежать, отбежать, это один из эффективнейших способов самозащиты от травмата. А травматический пистолет, вот каждый может любой купить? Как его вообще приобрести? Есть четко законом обусловленные параметры, вменяемые, психически здоровые, физически здоровые. Но приблизительно такие же требования, как и на вождение автомобиля. Несудимые в том числе. Если автомобиль там еще не очень, а здесь четко. Несудимые, не имеющие многочисленных административных правонарушений за истекший год. То есть достаточно здравомыслящих граждан. И им государство дает право на приобретение. То есть априори травматический пистолет у тех неадекватов не должен оказаться в руках. Совершенно верно. Сергей Сергеевич, ну а вообще вы бы все-таки разрешили ношение боевого оружия? На мой взгляд, категорически не разрешил бы. В настоящий момент практика показывает, что имея на руках травмат, люди, не имея достаточно жизненного опыта, часто его применяют с нарушениями. Они ощущают в себе некую силу, некое преимущество перед окружающими, пытаются это доказать. То есть незрелость еще психологическая, возрастная. Боевое оружие приведет к большим, более серьезным последствиям. Я полагаю, что крики о том, что нужно боевое оружие, разрешите и так далее, это люди либо провокаторы, либо неуверенные в себе трусливые. Походите в спортзал, научитесь бегать, займитесь рукопашным боем, купите травмат в конце концов. В конце концов купите травматический оружие. И научитесь правильного импульса. Вот море возможностей дает травматическое оружие. Мы просто не умеем им пользоваться, часто боимся и не знаем как. Спасибо большое, спасибо Сергей Сергеевич. О том, как пользоваться правильно травматическим оружием, вообще стоит ли им пользоваться, мы сегодня поговорили со специалистом по самообороне с травматическим оружием Сергеем Кузнецовым. До новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова